всех приветствую друзья многие из вас наверняка знают о популярном решении для сборки различных станков на чпу граверов ну и конечно 3d принтеров речь пойдет о применении для этих задач конструкционного алюминиевого профиля он же экструзионный он же станочный он же open bills профиль идея сборки по варианту open bill заключается перемещение всяческих кареток станин балок за счет роликов на подшипниках катающихся в пазах данного профиля данное решение появилась на свет от open source сообщества open bills поэтому вы так часто слышите упоминание о нем типа ролики open bills профиль open bills каретки open bills 3d принтер на open bills и так далее open bills собственно это ресурс сервис объединяющий чпу самодельщиков которые делятся своими проектами устройстве конструкции существует ресурс 2013 года за счет пожертвования и реализации комплектующих а конкретно конструкционного профиля роликов и прочих деталей на базе данных открытых проектов на сегодняшний день производится реализуется и собирается немалая часть 3d принтеров в основном это конечно плюши в простонародье драгостолы ну и кубиков тоже хватает появилось очень много производителей реализующих такой профиль и все необходимые комплектующие для него данный профиль не однотипный и используется для разных задач последнее время вижу интернете много информации о применении не того профиля не для тех задач то есть далеко не все знают о несовместимости самих комплектующих используемых в решениях от open bills от чего в 3d печати да и в любых сенси конструкциях страдает качество производимых деталей которые ну мы например 3d печатники всегда пытаемся повысить именно поэтому я решил немного раскрыть эту проблему в этом небольшом видео давайте сначала кратко о самом принципе конструкции open bills как я выше упомянул смысл системы банально прост и основан на перемещении кареток с роликами по специальным экструзионным профилем с пазами для этих роликов выглядит это вот так то есть ролики обхватывают профиль отлично сидят в пазах и позволяют плавно однолинейно перемещаться каретки по всей длине профиля есть и другие варианты типа liner rail где ролики как бы спрятаны в п-образном профиле ну и open rail когда на профиль крепятся дополнительные пластины в качестве рельс для роликов с вырезанными пазами последние два варианта применяются реже благодаря тому что ролики состоят из обоим одетых на подшипники и для 3d принтеров в основном используются ролики с собой мы из помпластика каретка перемещается тихо и плавно он пластик не очень жесткий и под небольшой нагрузкой он немного проминается отсюда плавность и тишина хода бывают еще ролики с обоймой из поликарбоната они используются в чпу с более высокими нагрузками ну и конечно еще есть самые износостойки ролики со стальной или алюминиевой обоймы предназначенные для самых высоконагруженных конструкций но в 3d печати использовать такие ролики не целесообразно они шумные да и нет таких нагрузок теперь о профиле на рынке реализуются два типа экструзионного профиля это vslot и tslot вот чем они отличаются покажу на примере популярного в одно время зверька от его тарантула данный 3d принтер собирался на профилях tslot и благополучно реализовывался налево и направо так как не все знали и покупали ну конечно цена была в то время заманчивая обратите внимание на паз по которым катается ролик в профиле vslot края паза скошены под углом 90 градусов а в tslot они практически острые точнее что мы получаем если для профиля tslot будем использовать ролики с обоймами из помпластика так сказать с фаской под vslot во первых мы получаем сразу же быстрый износ обоим роликов так как свои фаска они прилегают к острым углам паза площадь соприкосновения в таком случае маленькая при регулировке каретки приходится хорошенько прижимать ролик к профилю а так как помпластик немного мягкий он сдавливается когда мы регулируем каретку эксцентриковыми гайками во вторых мы получаем тяжелый ход из-за того что требуется более сильная затяжка это можно сравнить с движением автомобиля на спущенных колесах владельцы думаю меня поймут случае с профилем vslot площадь соприкосновения пазов с гранями ролика больше требуется меньше затяжка при которой не будет лифтов отсюда и меньше износ обоймы на ролике тише ход каретки дольше ресурс обоим роликов и их подшипников профиль т-слот более дешев в производстве и используется точнее должен использоваться в решении где не требуется большая точность тому пример раздвижные конструкции в мебели да представьте себе в америке например решение от пен бился с профилями т-слот очень широко используется именно для мебельных конструкций так как для этой цели не нужна точность для данного профиля и ролики то должны использоваться с собой мои специальные формы вот такого типа у нас же применение профиля сборки мебели применяется реже так как это не дешево его пихает в чпу так как это выгоднее но никто не задумывается о точности точнее производитель ты это конечно знают но делают на тех материалах что дешевле страдает от этого потребитель в продаже до сих пор можно найти 3d принтера и граверы собранные на профиле т-слот но тем не менее профиль т-слот все же можно применять в конструкциях чпу на мой взгляд это актуально в двух случаях при сборке конструкции можно его применять в тех частях по которым не будут передвигаться ролики и еще в том случае если перемещение кареток планируется делать вообще на линейных подшипниках типа мгн ну или на других альтернативных решениях которые будут крепиться на этом профиле например вариант open rail который упоминался выше так что друзья будьте внимательны как при выборе готовых устройств на решениях open bills такие при сборке собственного проекта перед покупкой готового устройства обязательно интересуйтесь у продавца даже если на фотографии видны профили в слот для сборки своими руками и модернизации 3d принтеров и лазерных граверов выбирайте именно в слот если не хотите в будущем столкнуться с проблемами типа съеденных роликов и не очень точной 3d печати или гравировки а на этом у меня все желаю вам качественные 3d печати и гравировки добра и позитива всем пока 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 и Продолжение следует...